что творит этот человек и прямо на фоне готовость вот думали не найду нашел вот так ребята это вайсить от меня не скроется спасибо за внимание сколько по меня не манила к себе gta вайсити все равно нужно возвращаться но самое главное спасибо людям благодаря которым я смог увидеть этого подписчика спасибо майндхантеру сыну спектра паприки и россину анониму арсену и метриксу за поддержку донатом данного прохождения ребята всем у кого была открыта стенка расписался вопросов нет керосин видос именно от меня я шутил что могу его сделать на миллион подписчиков но скорее всего этот видос не выйдет никогда ну что с вами спектр это господин флейм сегодня мы продолжаем его проходить как видите у меня осталось только два знака вопроса собственно я подумал почему бы их и не закрыть а потом двигаться по основному сюжету но для вас есть очень интересная новость в модификации gta flame story содержится пять видов коллекционных предметов один из них то есть спрятанные пакеты мы собирали в прошлой серии по готовой сити скорее правильно будет сказать что пакеты именно были извести и вы увидели то что в награду нам дают напарницу еву если я правильно помню из игры стеллар плейд но я и на самом деле особо то пока не пользуюсь старым коллекционным предметом который я собрал полностью за кадром это были сумки с деньгами которые я обнаружил только в прошлой серии на заданиях томаса шелби выглядят они таким образом и для того чтобы их собрать и рекомендуется хотя бы выполнить один список экспорта импорта на секретной карте которая у меня имеется они помечены зелеными маркерами их действительно будет 33 штуки и самое главное то что у меня в каком-то мега шакальном качестве поэтому до сложнее всего это именно понять где находятся эти штуки каждая такая сумка приносит от 200 до 350 рублей это я так понимаю чисто эффект рандома может быть он даже выстраивается во время вашей новой игры потому что не уверен что с перезагрузки сохранения эта сумма может поменяться в отличие от пакетов которых было всего 10 штук я не буду душить вас уж каждой локации с этой сумкой с деньгами и понятное дело просто показываю как это примерно выглядела общий сбор у меня занял примерно час сорок ну я думаю за такое дело друзья не забывайте ставить лайки спасибо вам большое что поддерживаете прохождение также подписывайтесь на канал и плейлист находится подсказки вверху справа на экране в общем-то за эти сумки в основном вы просто получаете бабки суммарно можно дойти до 10 тысяч рублей на самом деле при должной сноровке этим действительно можно даже распорядиться как минимум если вы еще не грабили банк и положить эти деньги на счет то у вас будет ежедневный прирост уже 300 рублей а это практически полностью оплата жкх но друзья куда лучше запастись конечно же этим на своем любимом кошельке тогда тебе на сайт gg sell здесь можно легко пополнить steam кошелек с рекордно низкой комиссии в пять процентов это лучшее предложение на всем рынке все происходит быстро и удобно а главное безопасно а попасть на такое пополнение можно только по ссылке в описании также на сайте можно купить абсолютно любую игру гораздо дешевле чем в официальных магазинах важно прочитать описание товара и отзывы продавца имейте ввиду что можно купить игры даже недоступные на территории рф да и не играми сыты подписки на сервисы программы и даже нейронки по любым вопросам можно обратиться в поддержку а средства уходит продавцу лишь после полной вашей проверки залетай на сайт gg sell по ссылочке в описании и побалуй себя новыми покупками в конце лишь подытожу небольшой момент были ли пакеты с которыми была трудность вы не поверите но это всегда самый последний пусть то уникальный прыжок в gta вай сити или граффити в gta стандрес всегда будет что-то одно с чем у тебя возникнет трудность и это был пакет который находился около моста который соединяет миссию дальнобойщика и город лос-сантос вечером к примеру я абсолютно не обратил внимание на эту штуку потому что было слишком темно однако я облазил все вдоль и поперек даже запрыгнул на крышу здания через додо она находилась довольно укромном месте который я просто не видел без дневного света и таким образом я собрал все 33 нычки сумок с деньгами и получил за это будут деньги будете плойка не я не понял а вы чё думали вот конкретно ты сейчас вот что ты думал что что ты думал ты думал за каждый подобный контент разработчики будут давать что-то интересное тебе не брат нет нет конечно же не сумки заначками это был второй коллекционный предмет который нужен только для того чтобы у тебя появилось побольше денег но учитывая как их запрятали и без карты практически хрен найдешь даже одну такую сумку могу сказать что это чисто коллекционка ради коллекционки но с другой стороны на эти деньги я хорошо закупился и пополнил свой вклад в моде такие дела ребята голосуйте в комментариях чтобы им собирать дальше сундуки 100 граффити закрашивать или все заначки собирать короче все ваших руках и следующее задание у нас будет на неизвестного человека великий велоугонщик здоровь я бы привет меня кстати из-за тебя выперли с работы клиенты были недовольны качеством товаров после твоей доставки ну ладно проехали я тут хочу тебе бизнес-план предложить очень выгодный интересует говори у меня есть знакомый владелец магазина по продаже велосипедов недавно на фуру в которой везли его товар напала банда баласов не понимает эти приколы теперь на его велосипедах разъезжают по всему гетто я собираюсь помочь этому знакомому в сборе украденных великов думаю он хорошо за это заплатит еще и доброе дело сделаем поможешь ладно ладно владелец великов попросил управиться до открытия его магазина так что у нас есть восемь часов окей в целом тебе нужно найти грузовик грузовик около баскетбольной площадки это видимо в районе восточного лос-сантоса да да поищите грузовик окей я думал тут нужен какой-то рандомный а тут оказывается все именно по скриптам уже построенным окей в принципе я могу сказать это тоже самое вводное задание которое было на зоне но учитывая что выдает один тот же чувак по сути да поэтому не меняется скажем так синопсис задания да можно так выразиться и поэтому да а сейчас будет главная проблема это хватит ли мне брони и самой главной узи которые я купил поищите грузовик в этом районе как понять поищите верните зону поиска ага то есть так далеко я не должен заходить слушайте но короче самое главное а вон он вон он стоит все я увидел так окей первая минута у нас с вами до попала расчистить кузов грузовика что это значит что это значит расчистите а понял 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 ну короче патроны видимо я дав никуда потратил уже понял это чуваки не надо вот вы балосы лучше так не делать все я могу сесть или еще нет вор карманник только что украл у вас деньги да блин вор карманник это мои деньги царя мбро собери шесть велосипедов до открытия магазина понимаете тут какая проблема по поводу великов здесь нужен просто спавн потому что опана вот как раз так и подожди каким образом ага появляется маркер просто позади е чтобы загрузить велосипед раз тут короче какая тема если вас всегда бесит выполнять какой-нибудь условный экспорт импорт то есть очень интересный лайфхак вы садитесь в определенную тачку катайтесь по городу секунд 20 и после этого примерно такие же тачки будут постоянно появляться у вас в трафике я кстати не шучу потому что таким образом я помню нашел джессор это сейчас кстати не шутка да я действительно нашел джессор таким образом я сел в какую-то легковуху но не помню какую именно в blade может быть может быть кстати в blade да было дело таким образом нашел эту дрянь нычек с великом по-моему здесь как таковых нет то есть именно все надо искать в трафике и задание видимо будет построена на рандоме потому что кроме того велика я больше ни хрена ведь не обнаружил а иногда кстати бывает так то что ты можешь наткнуться на пять великов сразу я вам кстати не шучу сейчас такие дела то есть можно было бы просто бегать пешком не создавать именно проблем с трафиком короче говоря вот такие дела ребята такие вот дела нашел 2 хз как можно кстати немножко вообще-то поездить на велики может быть подвернется такая штука что сейчас нам не заспавнится кто блин подожди а до меня ведь только сейчас заперло а наверное была подсказка в этой миссии да он же сказал все где-то теперь ездит на этих великах то есть наверное получается я где-то в этом районе должен их искать ну кстати отчасти это было бы даже логично что ни одного велика нет просто ни одного велика не я не нашел ни одного велика за 4 минуты у меня есть ощущение что пока мы это задание дроп ним мне придется его пройти потом вне записи наверно или я не знаю тут надо просто готовить сразу несколько великов для того чтобы потом забрать так ну что я вам могу сказать короче выполнил я задание с великами почти сразу после записи но сделал это со второй попытки поэтому сдаю небольшие советы смотрите там нужно было украсть шесть великов четыре из них я нашел именно припаркованных в гетто как и говорили первый находится на баскетбольной площадке напротив грузовика его в принципе не пропустите второе находится рядом с этими домиками мелкими в восточном лос-сантосе тоже будет один вооруженный балос третье находится около мусоровоза рядом с колотин белом и восточном лос-сантосом то есть между ними вы все равно все увидите там будет горный велик и четвертый блин так стоп а вот я щас по памяти забыл кстати где он находится нет а вы сейчас на экране увидите я просто я сам по себе забыл где его нашел короче суть в том что этих припаркованных великов на самом деле может быть и больше то есть их может быть шесть штук но два остальных я нашел в трафике при том в той попытке которую вы видели вы наверно в начале да уже заметили что первый велик по сути я на нем уже поехал на задание но это был чистый рандом потому что шестой велик я нашел очень далеко и и там у меня оставалось где-то две с половиной минуты до конца задания собственно после того как вы это дело пригоняете нужно будет отправиться вот в район айдол вуда там будет парковка дальше мы смотрим кат-сцену после которой у меня сгорела жопа и если бы это случилось во время лайф прохождения вы бы услышали много матов а чё куда дальше это велосипедная полиция отдавай все свои незаконности за каждый велосипед сутки исправительных давайте чекнем задание на вина дизеля мечта под лысиной между прочим кстати мы на него уже вроде всех гонщиков выполнили все хватит стучать залезай мы уже опаздываем на заезд это чем гербонка что это будет сегодня мой день мой шанс проявить себя теперь я единственный участник я не могу обосраться да я немного волнуюсь это моя первая гонка я единственный гонщик и у меня коэффициент 0 все сделали ставку на меня не хочешь тоже поставить тогда займи место на трибунах и наслаждайся моей победой но видимо теперь мы спокойно закончим хотя бы сторону вина дизеля но кстати у него реально конкурентов то нету займите место на трибунах собственном окей вопросов нет меня устраивает такая миссия если только меня не позовут в качестве соперника для вина дизеля правильно так окей ладно смотрим а томи я рад что ты здесь у меня да я его порву как тряпку каким образом забудь об этом томми я выяснил кто такой на самом деле наш мистер гей он был мелким воришкой который украл товар у морелла и хотел продать его нам это лишь добавит нам проблем томми дается мне что неприятности еще не кончились это вся гонка была серьезно окей логично наконец-то я победил мне больше всего этой ситуации понравилось шиза этого сальери вот прям шиза сальери не знаю о чем он постоянно городит но задание на него все еще нет но тем не менее мы пока терпим так все следующие работодатели они какие-то странные и стрёмные чуть-чуть поэтому давайте вернемся к одному из моих любимых и следующее задание у нас будет на внимание священника разрушитель о нет такое же задание было миссис вертолетиком готовой сити скажите что это не отсылка какая-то привет flame здоров flame нам нужно раз и навсегда избавиться от проблемы такой цыгане их главарей мы замочили но их личинки продолжают мне мстить нападают на церкви сволочи я уже заказал все что нужно о нет это эвери кэрингтон и сейчас будет вертолет твою мать вертолетик я не хотел он я это слышу слышишь эти звуки сразу понимаешь дело будет жарко пошел нафиг просто поскольку все это нафиг но обычно я беру штуку баксов за пять минут пользования вам я сделаю скидку всего 500 так flame у тебя пять минут ах да у вас по одному экземпляру просрите самолет уху просрите вертолетик не сможете продолжать второго у меня нет заминируйте 4 точки в цыганском районе чувак у меня есть деньги я готов продлить я готов десятку снять чтобы ты мне дал сколько там 100 минут до получается если правильно понял 500 рублей 5 минут да но есть десятка 100 рублей окей охрана но это понятно короче сказал просрать самолетик это пофиг просрать вертолетик это ггвп блин обязательно в какой-нибудь и гта должен быть этот должен быть этот самолетик вертолетик это неважно короче так ладно ну есть короче варик давайте сначала разберемся с охраной правильно я понимаю с первого раза я не пройду эту миссию то есть у меня как бы уже если что девятнадцать с половиной тысяч часов готовой сити но это не значит то что я как бы любую миссию с вертолетиком могу на изи пройти как я говорил с предыдущей серии до мне типа пишут постоянно люди что они дропают этот мод на миссии с цыганином ну с гонкой именно ох ребята вы еще не знаете что вас ждет впереди если вы пройдете ту гонку привет вертолетик как вам данная версия же она надо заминировать любые четыре точки да ну времени они кстати неплохо навесили согласитесь лей 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 надо короче понять примерно сколько времени у меня займет убийство от охраны здесь потому что на этом наверное все будет строиться если они спавниться не будут лишний раз тогда все будет круто но если они будут спавниться еще то это очень плохо будет ребята до свидания ты можешь откатиться пожалуйста женщина а окей у меня короче все этот у меня уже полетел самолетик был уничтожен окей я сам с ним налажал честно говоря но я освободил некоторое пространство может быть я смогу поставить подожди все вот эти красные метки это охрана то есть прям все вот эти красные метки да ггпм что-то спектр ваш наигрался короче ребята чуть он прям реально наигрался так левый control есть 1 но еще раз повторю свою мысль каждый уважающий себя мододел который усложняет игру или делает глобальный мод по gta он обязан сделать свою кастомную миссию с вертолетик а кстати еще как боярский был помечен но это кстати классика уже вот кстати заметьте то что как раз таки бомбы надо располагать только по четырем точкам то есть тут именно меньше нет ой блин а там у меня не задефанный один охране да 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 как скажешь чувак ты кстати попал но я думаю тут не стоит особо не думаю что нужно так особо париться по поводу потому что лопастями можно если что придавить остатки то будет но теперь я действительно буду знать то что красные треугольники это именно враги то есть я сначала думал это куча точек для спавна бомбы но как оказалось все пошло немного не по плану нажмите р чтобы сменить транспорт а вы уверены что я могу до сих пор самолетиком воспользоваться по моему он был единственном экземпляре так что помянем так но наверное самая сложная точка должна быть последней но очевидно потому что если сейчас я зарашу то это будет плохо логично логично давайте еще раз подытожу небольшую мысль свою я не уверен что я на этой попытке сейчас пройду эту миссию потому что ну типа она такая более ознакомительная что ли как будто так минируем им им вышку 5g есть контакт стоп теперь вниз у меня появился план как это сейчас можно реализовать так у нас осталось полтора минуты у меня есть довольно странный план он не то чтобы именно рискованный он как раз таки не рискованный но на него просто чуть-чуть вот времени больше нужно я хочу облететь короче оставшихся противников прям вот максимально попробовать облететь и но проблема в чем мне надо сразу знать куда ставить бомбу то есть именно мне нужно знать точку вот эту маркируетчик где располагается а вертолетик потом вернуть надеюсь не надо будет да то есть он подрывается вместе с бомбой поймать там rpg там r и g rpg арпеджио арпеджио-7 о господи то боже мой помощью ставим все и это сделал я с первого раза все-таки и прошел капец вот так вот ребята девятнадцать с половиной тысяч часов готовой сити спасибо нравится отлично отлично вы молодцы ребята с вами было приятно работать давайте расходимся пока менты не приехали это было сложное задание я вам говорю точно но блин на священника миссии все равно интересные то есть именно в плане построения вот на священника самое то задание проходить начиная как бы вот от этого момента да то что я получаю много денег именно из за него заканчивая так скажем концептом поэтому если был вот именно отдельный человек который задание священника до программировал мужик мое уважение так мне надо похавать потому что голод уже есть интересный факт написал один из подписчиков если ты короче начнешь ссать в клакенбелл есть шанс получить немножко минигана я так понял на тебя набросится именно кассир с ним и так среди прочих заданий у нас есть на карте буква т я так понимаю это томас шелби ничего не вижу плохого чтобы попробовать еще одно задание с ним выполнить или же нет и здорово респект я тони а я плэм поздравляю респект слушай мне тут тёлка пообещала сделать сочи а не меньше если я подарю ей цветы вот эти именно и ухо она у меня такая ну любит романтику довезешь до ее дома дали респект подожди так это не томас шелби а мне сказали что будет еще сюжетная линия томаса шелби после того как закончишь на него проходить задание ну может быть это не то что типа не не чувак мы на тачке просто все машины которые я на данный момент вижу они какие-то говеные честно говоря ладно стоп 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 вот на этой поедем сейчас ошибусь но это стратум да я угадал блин это интрудер короче я так и не научился отличать вот одну тачку другой вот именно этого класса в стандрессе когда экспорт импорт делал а тебе когда-нибудь отсасывали сразу три тёлки нет у меня вчера такое было просто кайф респект кстати пока они у меня отсасывали я еще двоих лабых черный ход ну так знаешь по очереди пять секунд одну пять секунд другую одна так вот это здесь респект наверное это на что-то отсылка но я я либо не вдупляющий не проснулся либо ладно неважно тут короче играет пока лицензионная музыка поэтому я наверно не могу вам включить здесь аудио но я что-нибудь подставлю ну короче чувак видимо разочарован да слушай подожди это не респект говорит и вот начинается разборочка да у них теперь пофиг но мне в натуре пофиг ты мне должен пять тысяч ну я отдам их не парься реально пофиг помоги мне кое с чем и можешь не отдавать да не вопрос помогу пофиг вот эту бочку со спиртом желательно спустить вниз и погрузить машину пофиг сделаем жду тебя внизу а я а тут нет никакой так скажем вариативности дам вообще и теперь самое время плевануть еще да ты как малая говорит не драли говорит подожди у тебя же другой голос был я уже неделю не пью гормоны денег нет имею полное право быть геем ладно ну пофиг респект пошли разберемся с бочкой так музыка заменилась поэтому мы возвращаемся дамы и господа и так в подвал да погнали самое главное чтобы он меня сейчас не подставил или что-то такое алё тони ты где там а бочку-то блин назад осторожней хотя пофиг подожди а как поймете осторожно я типа должен и я ее должен катить вот таким образом это проблема потому что слушайте я конечно знаю что технически ребята офигенно заморочились над этим модом но у меня есть ощущение что мало ли от всех багов не застрахуешься поэтому типа дам бочка то может застрять иногда ам погоди не понял а так у меня все равно ничего не происходит чуваки у нас есть микро проблема ребята потому что что-то я здесь дверь закрыта здесь дверь тоже закрыта и чего итоге все я не по я вообще не понял что я сделал я вообще ничего не понял но ладно есть у кого-то будет проблема вот делайте как я просто стуканить один раз в двери молодец хороший песик ты все еще должен пять тысяч ну я так понимаю ему надо занять до чтобы его сюжетка продолжилась лечит такое смотри какая тачка давай уголь мне нужно бенши для экспорта импорта кстати более и вот конечно же она именно в задании до появилась а он может мне ее оставить потом мне прям нужно это бенши позарезно мы сделали миссия выполнена плюс респект меня меня комментариев то ладно хочу посмотреть как эта машина называется я думаю она пригодится для какого-то списка угона авто да так минутная склейка я поехал сдавать машину в экспорт импорт хотите мем короче расскажу пока еду короче недавно гуглил карту с заначками потому что но нужна была не хватало я думал может где-то все-таки есть именно и ждешь на карта со всеми коллекционными предметами в моде и прикиньте нашел момент в ответах mail.ru в ответах mail.ru короче появились несколько топиков касательно экспорта импорта в gta flame story по моему этот мод вышел уже просто на глобальный уровень я вам клянусь реально если в ответах mail.ru это гуглят так чекайте четвертый список bumblebee harley skyline evil 34 это именно кастомные тачки то есть без вариантов они именно что не из оригинального трафика но к сожалению я все еще не знаю где можно будет раздобыть фбр ранчо потому что они у меня кстати вон джестер был потому что они у меня абсолютно нигде не спавнятся просто кто-то в комментариях говорил что типа enforcer может спавниться на подземной парковке ребят заезжал туда раз пять к клянусь не было ничего абсолютно поэтому говорю как есть нужно вызывать было четыре звезды и еще пытаться стырить соответственно этот enforcer теперь тоже самое но с тачкой фбр чувствую себя таким крутым когда у меня ежедневный прирост в этом моде уже три тысячи рублей то есть я их могу снимать именно как бы безнаказанно в этом проекте при этом жкх как бы списывают там на 2 рубля на 10 рублей больше каждый день ну примерно эквивалент а ты вроде особо и не паришься уже и следующее задание у нас будет последним знаком вопроса но помимо великов и это месяц обсер шин смена или чё так этом листовочку наклеили дам требуется охранник буду где любви ведомственной охране работать делал это скажу что такое себе просто следите по камерам чтобы никто не пролез а это так работает да ну если возникнут какие-то поломки просто отправьте нам отчет мы со всем разберемся и еще гостиницы сейчас ремонт поэтому постояльцев и сотрудников в нем не будет всех одиночка так сказать удачи зарплату получите после смены а можно я по сути провалю задание и не получу ничего потому что я помню кто-то в комментариях мне писал что они застряли на миссии в отеле с камерами то есть либо они не знали что делать либо там слишком сложное что-то будет ну ладно давайте как обычно спектр проверит спектр вам расскажут для five nights at freddy's памятка сотрудникам охраны для переключения камер используйте а.д. при появлении аномальной активности откройте окно отчета с помощью f выберите место проявления и тип аномальной активности с помощью вас до отправьте отчет клавишей space и ожидайте результата проверки будьте бдительнее постарайтесь не умереть ух ё ох ё так окей бар сальери ну в принципе короче такая five nights at freddy's на ультра минималках да а ну камер кстати немного тут походу пять камер да нет шесть по моему ладно считать полностью не буду и скорее всего просто на какой-то секунде появляется определенная хрень да вы постарайтесь не умереть блин ну что-то в этом есть наверное да но завораживает самое главное просто чтобы скримеров не было потому что блин я человек который с ними не особо дружит так что типа а что значит вообще аномальная активность это типа имеется ввиду что-то кто-то выломает там стекло попытается попасть или что такое а подожди-ка а может вот видите дверь открылась до около бара сальери вон справа она была открыта или нет а хрен его знает давай попробуем отчет сделать аномалия объекта офигеть а так теперь понятно почему люди сказали что они тупят тут короче буквально надо запоминать то что происходит смотри да тут надо прям запоминать но даже коридор подтвердить отправка отчета блин а я не то до отправил да я наверно не то отправил короче сейчас меня быть в общем да это короче игра вот это поняли как ее найди 10 отличий короче это она ну блин я так не смогу я человек невниматель у меня восприятие она всегда на нуле поэтому мне нужно только если что-то прям реально появится звуковая аномалия искажение ну допустим искажение а если они правильный отчет отправлю то мне дадут мне дадут по башке наверно да но типа я думаю телек включен так ладно здесь все окей здесь все окей а до скольки смена типа идет самое главное меня пугает надпись постарайтесь не умереть короче я не хотел бы броню просто потерять это было бы еще кстати вопрос все вот эти штуки они генерируются случайным образом или условно говоря я могу читернуть и у кого-нибудь посмотреть прохождение потому что я говорю у меня восприятие на единицы я когда блин fallout играю я восприятие ставлю в 2 потому что синхронизация со мной ну короче я такими темпами уже до часа ночи досидел примерно вообще твою мать вообще скажу вам честно это очень стремная работа потому что когда ты остаешься один тебя пугает именно не то что кто-то там ворваться может или что-то подобное да ну ты же этого всегда боишься именно но вот это чувство одиночество знаешь что ты действительно один и на тебя давид типа вот это все вот сейчас мурашки прям по коже идут я я все жду когда какой-то скример выпрыгнет или что-то такое то есть но если тут правда надо замечать какие-то моменты а ничего не происходит то ну блин чуваки это задание явно не для меня но я вам его хотя бы показал же а если вот он отправлю отчет повышенная аномальная активность здесь именно или или не здесь подожди но сейчас проверим типа блин я не знаю но сообщение появилось поэтому я же должен как-то отреагировать на него правильно сейчас отправка отчет алла юка рука мне написано все нормально ну тогда блин я не знаю надо смотреть дальше вроде как тут не происходит ничего сейчас мне в комментариях какой-то человек пишет серёга на тайм-коде 2311 появилась от появился новый рулон туалетной бумаги как ты мог этого не заметить слишком много аномалий все кончено аномалий исправлено 0 лкм повторить пока им выход наверное там появлялись все таки какие-то вот эти вот объекты до аномальный я просто их наверное не заметил то есть это такое может быть дан здорово респект поможешь тут кое с чем разобраться да посмотрим респект приходи на то же самое место с вами был спектр это было готов flame story сегодня было четыре задания если не пять подожди нет по моему как раз таки было 4 но в любом случае пока что двигаемся потихонечку дальше а нет 5 было получается плейлист находится подсказки внизу слева на экране я пошел думать как проходить эти миссии чтобы в следующем интро буквально вам все это дело показать играйте в хорошие игры играть с хорошими модами услышимся и до встречи